Более 170 специалистов собрала 9-я Балто-Белорусская конференция «Актуальные проблемы колоректальной хирургии», приуроченная к 40-летию со дня основания Республиканского центра коллапрактологии, организованная кафедрой хирургии Белорусской медицинской академии последипломного образования, Витебским государственным медицинским университетом и Витебским областным клиническим специализированным центром. Сегодня в Древнем городе Полоцке прошла очень интересная конференция, 9-я Белорусско-Балтийская конференция «Актуальные вопросы колоректальной хирургии». Это действительно очень актуальная проблема сейчас и не только в мире, но и у нас в Республике Беларусь, потому что отмечается рост онкологической заболеваемости, именно опухоль является одной из первопричин смерти населения, и поэтому, конечно, решая демографическую ситуацию в стране, надо бороться в первую очередь с широко распространенными заболеваниями, в частности, опухолями толстого кишечника. Поэтому неудивительно, что этой проблеме сегодня было посвящено очень много внимания. Хирурги из Германии, Литвы, Латвии, Украины, Белоруссии и Великобритании делились опытом о новых инновационных технологиях лечения опухолей колоректальной зоны, обменивались вот этим опытом. Я руковожу Республиканским центром хирургической гастроэнтерологии и колопрактологии, то есть мы пациентов с заболеваниями толстой кишки из всех регионов нашей страны, сложных пациентов, у себя госпитализируем, ставим диагнозы, оперируем. И этому центру сегодня, в 2018 году, исполняется 40 лет. Это тоже один из поводов, чтобы эта конференция очередная была в Беларуси. Мы подготовили и информационные материалы, и есть стенды. И оказалось, что за 40 лет довольно много сделано и организационной, и научной, и, самое главное, практической работы. Запланирована каждая конференция так, чтобы было, самое главное, чтобы это было важно для практических хирургов, чтобы качество лечения, качество диагностики повышалось. В конференции приняли участие колопрактологи и онкологи из Беларуси, Литвы, Латвии, Германии, Великобритании, Молдовы и Украины. В рамках тематических секций были представлены доклады, посвященные хирургии доброкачественных и злокачественных заболеваний ободочной и прямой кишок. Обсуждали современные возможности менее инвазивных технологий в общепрактологии. Докладчики поделились личным опытом в экстренной и плановой колоректальной хирургии. Цель нашей конференции – это поднять научный уровень врачей, работающих в колопрактологии и именно в этом регионе. С большим вниманием был встречен доклад профессора, руководителя колоректального центра госпиталя Святого Марка в Лондоне, Джанинда Варусовитарни. Решением ученого совета ВГМУ он был избран почетным доктором Витебского государственного медицинского университета. И в торжественной обстановке проректор ВГМУ Сергей Альбертович Сушков вручил ему мантию и почетный диплом. Для меня большая честь быть на такой конференции, которая охватывает почти все разделы колоректальной хирургии. Мне очень приятно получить много новых друзей, иметь хорошее общение. Еще больше я горд за то, что оказали мне только честь стать почетным членом Витебского университета. Я был горд делиться своим опытом, своим видением некоторых вопросов. Спасибо за это. Доклады вызвали живой интерес и активную дискуссию присутствующих. В заключительной сессии конференции разбирались сложные клинические случаи, в которых путем голосования делегатами конференции выбирались правильные методы диагностики, постановка диагноза и определялась оптимальная лечебная тактика. Хирурги Витебского областного клинического специализированного центра выступили с докладом «Многоэтапное хирургическое лечение осложненной дивертикулярной болезни ободочной кишки», поделились накопившимся опытом с коллегами и обсудили дальнейшее сотрудничество. Выступили ведущие специалисты таких стран, как Латвия, Литва, Белоруссия, с передовыми достижениями в колорактальной хирургии. Мы познакомили, касаясь Белоруссии, с теми достижениями, которые по программе импортозамещения выполнены у нас в Витебской области. Это изобретение геморридальных свечей и колорактальных стендов, которые в последующем могут конкурировать с зарубежными аналогами, не уступая им по качеству. Участие в конференции и обсуждение важных разделов колорактальной хирургии способствует дальнейшему развитию сотрудничества в сфере создания инновационных технологий в лечении, позволяет обмениваться знаниями и опытом, вырабатывать определенные рекомендации и укреплять научно-практическое сотрудничество, способствует проведению совместных научных исследований. Скорость, выносливость, тактические действия, позиционное мышление – это все о велоспорте. 160 спортсменов из всех уголков Белоруссии и из близлежащих регионов России приехали в Витебск, чтобы посоревноваться на звание лучших. Конец мая, начало июня – время для ежегодного открытого чемпионата и первенства Витебской области по велогонкам. В эти дни прошел и четвертый этап Кубка Республики Беларусь по групповой индивидуальной и гонке «Критериум», посвященной памяти заслуженного тренера Беларуси Анатолия Николаевича Трибуля. Особенности нынешнего чемпионата – не просто большее количество спортсменов, а большее количество сильных спортсменов. Витебчанин Владислав Кибисов недавно приехал из Европы, где в составе национальной сборной принимал участие в Международном Кубке Франции. По итогам соревнований в Витебске он лучший в Беларуси среди юниоров. Но для него это не предел. Дальше у нас идут Олимпийские дни молодежи, очень серьезные соревнования. Это отборный чемпионат Европы, чемпионат мира. Будем бороться в республике, отбираться. Шесть человек выезжают на чемпионат Европы, мира. И будем показывать, стараться высокие результаты, чтобы за границей не было стыдно. За плечами спортсменки из Могилева Анастасии Колесовой немало наград и пьедесталов. Нынешняя велогонка ознаменовалась еще одной медалью за первое место среди юниорок. Я чемпионка Олимпийских дней молодежи в групповой гонке. В том году второе место заняла на индивидуальной гонке в Олимпийских днях молодежи. Участвовала на чемпионате Европы на треке. Седьмое место в гонке с Крэйч. Это юниорский чемпионат Европы был. Пятое место в командной гонке на шоссе. В чемпионате Европы в групповой гонке 16 место. На шоссе на чемпионате мира в групповой гонке 21 место. Тренеры и сами спортсмены считают, что участие в соревнованиях такого уровня – это не только новые медали в копилку заслуг, но и шаг вперед, означающий выявление слабых мест и работу над ошибками. Чем, скажем так, больше будет конкуренция в велосипедном спорте, тем гонщики будут, соответственно, более подготовленные, более выносливые, ну и как обычно будет заряжены на победу, как говорят. Делаем выводы, работаем дальше, дальше стараемся ставим новые цели, а также, так сказать, лучшее соревнование – это лучшая тренировка, поэтому это для опыта все, я бы так бы сказала. На предыдущие два дня у меня не получилось, я рассчитывала выиграть гонку с раздельным стартом, но заняла второе место. И расстроилась, конечно, немного, и вот сегодня решила наконец-то выиграть, и для себя это такой стимул, дальше работать и показывать все лучшие и лучшие результаты. Ежегодные состязания по велоспорту, посвященные памяти Анатолия Трибуля, это не только открытие новых имен, закалка и подготовка уже известных спортсменов, но и постоянная популяризация велосипедного спорта среди населения нашей страны. Современный велоспорт меняется, это уже не советский спорт, это уже немножко идет разделение детского спорта, больше здесь уже родители деток приводят, больше уделяют внимания, уже больше, можно сказать, родительские моменты вступают в силу, много родителей приезжает на соревнования. Каждый родитель вкладывает в своего ребенка сегодня душу, каждый старается его найти в своем виде спорта, поэтому велоспорт немножко поменялся, уже с детских лет дети относятся профессионально, также и родители, поэтому и вот эти соревнования показывают, что на самом деле очень большое внимание уделяется со стороны родителей. Лучшими велосипедистами Беларуси в результате открытого чемпионата и первенства Витебской области четвертого этапа Кубка Республики Беларусь стали у женщин Екатерина Петровская, Минск, среди юниорок Анастасия Колесова-Могилев, у мужчин Александр Шнырко, представляющий Минскую область, среди юниоров Владислав Кибисов из Витебска.